здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем лепить такого красивого лебедя на свадебный тортик который будем тоже потом с этими лебедями украшать одного я уже сделала и второго сейчас покажу как нужно делать для тела нам понадобится 30 с половиной грамм мастики скатали шарик и выкатываем вот такую небольшую капельку это будет наше тело по размерам это пять с половиной на 3 и 2 сантиметра в диаметре делаем хвостик хвостик делаем такой небольшой слегка укатываем тельце чтобы она имела более плоскую сторону здесь чтобы было удобнее нам укладывать его на пенопласт пеноплекс на чем вы делать сделали оставляем в сторону я сразу ставить буду их друг напротив друга для того чтобы их головы вместе потом сложить и получилось такое сердечко у нас теперь мы будем делать шею для шеи нам понадобится 6 грамм мастики а также еще нам понадобится проволока на данный момент у меня проволока была без оплетки диаметр 20 ой номер 24 я ее обмотала тейп-лентой для флористики чтобы мастика не скользила по проволоки берем 6 грамм мастики разминаем скатываем колбаску такую тоненькую колбаску приблизительно может быть понадобится чуть меньше может чуть больше это 13 сантиметров берем проволоку и вставляем аккуратно скручивающими движениями мастику опять укатываем аккуратно руками для того чтобы шея была ровная теперь нам нужно сделать следующее и загнуть проволоку в том положении как он будет уже на фигурке шеи то есть смотрите нравится вам не нравится в принципе меня устраивает вот такая вот шея аккуратно подтягиваем разглаживаем какие-то неровности если такие имеются чтобы шея была аккуратненькая примеряем тут у меня немного больше значит лишнее отрезаем смазываем клеем и вставляем отодвигающую то есть как я уже сказала я хочу чтобы на тортике они своими шеями получается делали такую форму сердце смазываем клеем либо водичкой клей у меня на основе смс для этого вам понадобится 40 грамм воды и 1 2 грамма смс очки что такое смс как с ней работать вы можете посмотреть видео если не знаете называется она вопрос ответ поговорим о мастике там я все рассказываю все показываю для чего нужна смс к в нашей работе такая получилась у нас шея здесь довольно таки большой кусочек я лишние тоже отрежу и уберу теперь будем делать голову для головы нам понадобится два с половиной грамма скатали опять же шарик и слегка делаем вот так капельку укатываем получается вот такая капля у меня это два с половиной сантиметра мы ее пальчиками вот здесь как бы защипываем это будет клюв нашего лебедя по длине это будет два с половиной сантиметра опять же смазываем здесь все клеем можно водичкой клей не не обязательно клеим просто склеим проще быстрее все прилипаем так одели голову берем стек и аккуратно подтягиваем мастику к шее заглаживаем шовчики пока подсыхает голова и шея сделаем крылья для них я использовать буду вот такую схему под видео я вам оставлю ее также нам понадобится вот такой стек ссылочку на него также оставлю под видео здесь у меня мастика с добавлением смс еще раз повторюсь как правильно добавлять в каких пропорциях на что ориентироваться есть видео раскатываем мастику стараемся раскатывать не сильно тонко так как нам нужно будет еще создавать перья берем заготовки и вырезаем каждую заготовочку по две штуки вот такие у нас получили заготовочки теперь что нам необходимо сделать обязательно каждую заготовочку слегка ручками прибиваем и делаем такой более тонкий край учились теперь нам необходимо создать крылышки вернее перышки поэтому начинаем вырезать такие перышки количество абсолютно неважно то есть это будет на ваше усмотрение сделали после чего берем стек косточка и нарисуем вот такие вот линии закрываем наши перья и рисуем еще вот так дополнительно на каждом перышки далее берем стек и делаем такие маленькие вот приблизительно что у меня получилось возвращаемся опять ножничка и утончаем делаем перышки такими более пушистыми пушистыми еще вот сделаю тут такие перья у нас получились я буду их распушать только с одной стороны все то же самое повторяем с маленькими со следующим как бы большим и маленьким пером крылом а а а а а а а Как только заготовки для крыльев готовы, будем приклеивать их на фигурку. Для этого опять беру клей, смазываем клеем поверхность, склеиваем крылышко. Швы между крыльями и телом зашивать, замазывать не обязательно. Я свои замажу, чтобы крылья, опять же, не нравятся, казались как часть тела, а не отдельный элемент. Поэтому беру небольшой кусочек мастики и вот так натираю шовчик. Мастику желательно в данном случае использовать без добавления смс-очки. Так гораздо проще будет затереть шов между телом и крылом. Все высохло и можно теперь приступить к рисованию. Рисуем клюв, вернее раскрашиваем его. Раскрашиваю самыми обычными гелевыми красителями. У меня вот здесь такая палитра, на каждом накапан цвет. Кисточку макаю в воду и потом уже рисую. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что многие задают мне такой вопрос. Почему, когда вот я начинаю рисовать на мастике, красители скатываются? Либо, например, не высыхают. Один из самых часто задаваемых вопросов мне. Во-первых, я говорю еще раз, я никогда не рисую концентратом. То есть я развожу, можно сказать, краситель водой, благодаря тому, что кисточка смачивается в воде. То есть получается у нас уже не концентрат, а более разведенный. Здесь все то же самое. То есть влажная кисточка, я работаю по палитре и беру ровно столько, сколько мне необходимо для того, чтобы нарисовать. Нарисовать. Черным красителем обвожу и сразу вывожу на глазки. Вот такую стрелочку делаю. С другой стороны все то же самое. То есть вывожу вот такую стрелку. И теперь на этой стрелочке я рисую глаз. Повторю еще раз. Рисуем черную овальчик и утолщаю нижнюю часть. Такой получился у нас лебедь. Вот такие лебеди у нас получились в итоге. По высоте это 9,5 см. Ну, грубо говоря, 9 см, потому что 0,5 см там. И здесь все то же самое. Надеюсь, что данный урок вам понравился. И вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.